Привет, привет, мои дорогие друзья! Давненько не было гайдов, почти целую неделю. И вот, наконец-то, вновь сареженький гайд. На этот раз мы будем смотреть за игрой великого и ужасного Леона, который замечательно играет на таком персонаже, как Батист. Да, именно ВП-шный Батист, который очень интересно показывает себя в текущей мете. И в прошлом патче он был достаточно силен, в этом ВП-шный Батист тоже достаточно интересно играется. Ну, поэтому давайте посмотрим, что покажет нам великий и ужасный Леон на своем одном из любимейших персонажей. Ну, а мы с вами получимся на его игре. Батист представляет из себя неплохого лесника, который может вгрызаться в одну цель и никуда ее не отпускать за счет своих способностей, которые первая способность замедляет, вторая дает оглушение, если противник будет пытаться убежать, ну, а третья так вообще повергает всех противников в страх. То есть, каждая способность имеет какой-то либо вариант контроля. Ну, давайте не будем так далеко уходить про способности. Сначала рассмотрим все более подробно. Оброжденный навык – жатва. Во время боя Батист собирает осколки душ соперника. Каждый осколок восстанавливает ему здоровье. Когда число собранных осколков достигает четырех, Батист получает усиление на четыре секунды. В это время его атаки наносят больше урона, но он уже не получает за них осколки. Каждая базовая автоатака приносит один осколок. Умение Батиста приносит один осколок за каждого врага, по которому вы попали. Исцеление – за каждый осколок 20-86 плюс кристальная сила. Усиление – плюс 35% урона от базовых атак и плюс 100% урона от умений. То есть, в принципе, основная игра за Батиста строится в том, чтобы как можно быстрее нанести четыре автоатаки, для того, чтобы набрать для себя усиление, и дальше уже наносить усиленные атаки, уничтожая врагов. Плюс, конечно же, идет усиление от способностей, но основная фишка ВПшного Батиста – то, что вы наносите очень много урона с руки, и при этом в тот момент, пока вы не наносите этот большой урон, вы неплохо хилитесь. А первая способность – взрывной зелье. Батист достает из плаща флакон с эликсиром и кидает его. Долетев до указанной точки или попав у врага, эликсир взрывается. Все враги в зоне действия получают урон, а враг, в которого попал эликсир, замедляется. Наносит на 50% меньше урона миньону. В принципе, основная способность для того, чтобы либо же собирать осколки, либо же замедлять врагов. Не стараемся прямо, конечно, надо же обязательно им попадать, но это не является какой-то панацеей. Вторая способность – Злой Рог. Батист проклинает выбранного врага, нанося ему урон и заключая его в астральную клетку. Если враг покинет клетку, он будет оглушен и получит дополнительный урон. Это наша основная способность для того, чтобы мы могли захватывать врагов, не мешая им куда-то либо уходить. Потому что он будет вынужден либо же оставаться прикованным к одной точке, к небольшой площади, где он сможет хоть как-то лавировать, либо же попробует убежать и получит оглушение. Либо же, конечно же, прожмет блок. В любом случае это нам будет играть на руку, поэтому используем и не стесняемся. И коронная способность – Мрачные тени. Батист вызывает армию теней, которые наводят ужас на врагов. Враги, которые оказались на действии пути тени, впадают в панику и убегают впрочи, получая урон каждую секунду. Наносит на 50% меньше урона миньонам. Вот, в принципе, и все способности. То есть, как я и говорил, выше каждая способность Батиста в том или ином случае обладает контролем. Именно за счет этого Батист силен как и в ЦП, так и в ВП, так и как в саппорт. Но в настоящее время он больше, конечно же, играбелен как ВП-шный лесник. Именно поэтому, как вы видите ли, он играет как раз таки на ВП-шном леснике. Итак, давайте теперь пройдем к тому, как будем прокачивать наши способности. В первую очередь, конечно же, прокачиваем нашу первую способность, потому что, в принципе, это та способность, при помощи которой мы можем спамить и, ну, наносить урон издалека. Потому что в любом случае мы все-таки милишный персонаж. Нам иногда трудно бывает дойти до врагов. Коронную способность прокачиваем на 6 уровне, а вторую способность форсируем во вторую очередь. Если вы считаете то, что вам нужно все-таки больше урона с коронной способности, плюс еще коронная способность Немножечко на дольше Оглушает, точнее повергает в страх Ну то есть вы выбираете либо вторую способность Либо коронную способность Я бы вам советовал прокачивать вторую способность Для форсирования Итак, мы разобрались уже со сборкой Точнее с прокачкой способности Теперь давайте перейдем уже к более интересному моменту Это сборка Сборка предметов для оружейного лесника батиста Основные предметы Кор-итемы это является Игла и БП Именно после того как собраны эти два основных предмета Батист начинает полностью себя раскрывать После изменения такого предмета как триггер Этот предмет также стал неплохо заходить на этого же самого батиста Первым предметом мы собираем само собой иглу Это дополнительный вампиризм Это дополнительная скорость атака А дополнительная скорость атаки Это как можно быстрее настакивающееся усиление Плюс еще конечно же смертельные раны на врагов Они всегда приятны и помогают А дальше мы собираем разрушенный переломный момент Переломный момент позволяет нам настакивать еще больше урона Плюс к тому же за счет того что если мы настакиваем очень быстро этот переломный момент В момент того как мы получаем усиление Дальше после этого мы собираем триггер Триггер позволяет нам еще сильнее усилить нашу скорость автоатаки И к тому же ускоряет наше перемещение при успешном нанесении автоатаки Да, это новое интересное свойство триггера Которое можно использовать Дальше ботинки мы само собой выбираем Конечно же путешественника Для того чтобы максимально быстро передвигаться Плюс еще максимально часто их активировать Для дефа выбираем уже по ситуации Либо же два дефа, либо же один деф Один деф можно взять в случае Если вы чувствуете себя более-менее нормально То вы можете выбрать к примеру Доспех грез Уникальная броня Которую дают и оружейный и кристальный деф Плюс еще дает защиту от мощного прокаста Но в том случае, если вам нужен блок Тогда смело закупаем металлический жакет Плюс эгида Два дефа вполне будут неплохи на фронтлайнера Потому что чаще всего мы будем находиться Именно на передней линии Мы будем вытанчивать очень много урона За счет вампиризма И поэтому дополнительный деф Нам никогда, прошу прощения, не будет лишним Итак, как вы поняли Еще раз приближимся по сборке Основные два итема Это игла и БП Третий оружейный предмет является ситуативным Вы можете его выбирать Но мы будем советовать вам триггер Два дефа и ботинки путешественника Вот такая вот сборочка получается На батиста оружейного лесника Дальше Давайте посмотрим, с кем хорошо играет батист С кем он играет плохо Само собой Так как батист все-таки является миликом Ему не помешают какие-то Либо дополнительные ребята Которые могут его поддержать Поэтому можно выбирать каких-то гиперкерри Которые на задней линии смогут нанести дополнительный урон Плюс Еще так как у самого батиста очень много контроля Как раз таки с ним могут неплохо играть персонажи Которым не хватает немножечко как раз таки этого контроля К примеру здесь бегает у нас Селеста Здесь бегает Лира Которая является саппортом То есть в принципе Если батист может задержать противника в одной точке То Селеста точнее более хорошо распространяется Точнее ложит свои звезды Более удобно Может спокойно Точнее накладывать свое оглушение То есть в принципе более активно себя ведет И больше дамага наносит Само собой можно расценивать батисты Так же как и поддержку для ассасинов То есть в тот момент Когда батист начинает первый файт Уже ассасины могут спокойно залетать сзади Уже не боясь того То что фокус переключится на них Потому что ну чаще всего Батист будет выкидывать фир И всякие подобные моменты То есть то что поможет засейвить вас Из саппортов Саппортов в принципе батист не особо требовательный То есть вы можете брать почти любого саппорта Он с ними будет неплохо играть Агрессивные саппорты Фликкер и Фортрес Замечательно на нем сидят Сейвящие саппорты Ордан Лира Адажик тоже будут неплохие Саппорты танки С дополнительным еще контролем Тоже будут хорошие Это такие как Катя Ланс И другие То есть в принципе Даже тот же Финн Может неплохо играть с батистом Просто за счет того То что батист Финн или батист Будут заставлять противников Использовать гарнила На одну из своих коронных способностей А потом уже второй персонаж Спокойно использует Свою способность Для того чтобы Уже со стопроцентной вероятностью Можно было попасть Ею Конечно чаще всего Будут пытаться заблочить Хуки Куки Фина Хотя в этот тот же самый момент Фир от батиста является Тоже неплохим таким контролем Все таки полторы секунды Все попавшие герои Ничего не могут сделать Против кого слаб батист Тем более оружейный батист Батист очень слаб Против тех персонажей До которых он не может дойти Поэтому если видите Понимаете то что Против вас будет играть Оружейный батист Берите ранджевиков Снайперов То есть тех персонажей Которые смогут Его держать на расстоянии Либо же наоборот Ассасинов Которые смогут Очень быстро в него влететь И не дадут ему возможности Как-то настакать Свой урон Не настакать Усиление И все Прочее То есть видите Прожимается просто ботинок Батист улетает И уничтожает Любого героя Сейчас скорее сюда Вот кидается Фир Один персонаж Конечно же Убегает только в Фире Но быстренько забирает Глэйва Там еще и Вайру Сносит И в принципе Игра уже 7-0 Конечно же Хочется сказать Тот момент То что Как бы ни играл Леон Это играет Леон То есть Это достаточно Профессиональный Не побоюсь этого слова Игрок И поэтому Иногда Нам очень трудно Повторять Вот эти вот все Фишечки Которые Леон Использует В своем Ну В своей игре Поэтому Чувствуйте Эту легкую грань Когда вы можете Пойти в Ол-Ин И когда не можете Как раз таки Вот это чувство Маленького Ощущения Когда вы можете Куда-то Зайти Под Тауэр Когда вы чувствуете То что ваши союзники Вас поддержат Это очень Хорошая вещь Которая нарабатывается Годами Можно так сказать Ну нет Либо же оно есть Либо же ее нет По-другому Просто Не получается Да Давайте уже Более подробно Посмотрим Что по самому Геймплею Ну в принципе Как я и говорю То есть Пока мы находимся На ренше Стараемся Закидывать склянками В врагов За счет этого Мы будем набирать души Как только у нас Собралось Две или три души Мы уже готовимся Переходить уже В ближний бой Стараемся Сразу же Подцепить Одного из врагов При помощи Второй способности Чтобы он уже Не убежал И сверху Можно накинуть Страх То есть Враг попадет В страх И в этот момент Он спокойно Может удариться Об клетку Которая будет Со второго скилла И посмотрите Как быстро Забирает Только с тремя слотами Даже с БП Бледнокрыл И Батист Он даже Не просаживается То есть Это настолько Много урона Что просто Ничего не могут Сделать Враги Они просто Уже не успевают Риза упрыгивает Коронной способностью И в принципе Убегает Но уже есть Бледнокрыл У команды Леона И сейчас Я думаю Потихоньку Леон Будет заканчивать Эту игру Да Но он еще Вот приходит Когтю Коготь Коготь тоже Не может Ничего ему Сделать Просто Пытается Конечно Коготь Как-то Посопротивляться Но пол ХП Уже Снесено Враги Просто В адской Дизморали Адские Уничтоженные Ничего Не могут Сделать И сейчас Вместе С когтем Скорее Всего Игра Будет Закончена Да Подходит Батист Он даже Тут Ботинки Особо Сильно Не Покупал Потому что Он понимал Что ему Нет Какой-то Необходимости Он Неплохо Догоняет И даже Без Т2 Ботинок Да Единственное Что я Кстати Не могу Сказать То есть Триггер Активируется В тот момент Когда вы Наносите Автоатаку Но при этом Нет никакого Бафа Говорящим о То что Ускорение Активировано Ну вот В очередной Раз Среза Пытался Что-то Сделать Получает Склянку Получает Фир Сверху И за счет Фира Противник Убивается В этот момент Коготь Уже Сносит Т3 Тауэр На Меду Батист Просто Потихонечку Аккуратненько Поджимает Т3 Тауэр На Боте И сейчас Будут Просто Эндить Игру Ребята Еще Скайп Помогает И в принципе Да Игра Заканчивается И подходит К концу Впшных Батистов Я буду Чаще Встречать От руком Если Гайд Понравился Обязательно Ставьте Большие Пальцы Вверх Приходите На наши Стримы Трансляции Мы Стараемся Разноображивать Ваш Контент Всем большое Спасибо И до Новых Встреч